Девчонки, всем привет! Я только что закончила макияж и мы сейчас срочно, бегом-бегом отправляемся к врачу-окулисту. Так получилось, у меня Пьер вообще в шоке. Он говорит, как, в воскресенье и работают специалисты во Франции с этим проблемы. В общем, если ты берешь рандеву, то нужно звонить минимум за два месяца, чтобы тебя принял специалист. Не важно, лор, гинеколог, дерматолог, окулист. И так получилось, в пятницу нам в школу нужна справка форма 086-1. И я позвонила к врачу, у нас тут тоже с педиатром пришлось перезаключать, ушла новая, пришла, в общем, перезаключала декларацию. И она мне говорит в телефонном режиме, в общем, ваша справка будет готова, вы придете ее и под конец дня в пятницу заберете. Я же спокойна, потому что справка, вот, девочки, возможно, вы этого тоже не знали, я этого не знала. Вот эта форма, вернее, не справка, да, а форма 086, она выдается один раз в год в месяц рождения ребенка. И она годная целый год до следующего месяца. И я в прошлом году брала также вот перед школой, потому что, ну, во-первых, когда мы были в феврале, да, я не знала, что нужно брать в феврале, хотя мы были и не в прошлом феврале, вот в этом, а в позапрошлом году, потому что, когда мы шли в школу, уже, ну, помните, вся вот эта пандемия, что мы во Франции застряли на 4 месяца. И, в общем, я прошляпила. Нужно было в феврале вот этого, в прошлого 20, вернее, вот этого года 21-го, ее взять спокойненько и ни о чем не думать. И тут приходит нам, как всегда, перед школой в последний момент, пишет, что родительское собрание будет, и нужно, значит, принести все документы, там, для подписания контракта и так далее. Ну, и нужна же вот эта справка. И я пришла забирать, и думаю, ну, все в порядке, мне ее опять выдадут. И медсестра говорит, я не могу вам дать справку, поскольку девочка-то в очках, новая педиатра, она, как бы, типа, не в курсе, то ли карточку нашу не читала, ну, в общем, не знаю. И говорит, пока не пройдете хотя бы окулиста, справки вам не видать. Ну, и что вы думаете? В пятницу, конечно же, было уже поздно звонить. Я начала, соответственно, зашла на сайт вот эта поликлиника Бесчерг, там никаких рандеву и близко нет. Позвонила в одну оптику, вернее, как в клинику, где принимает детский окулист, потому что только детский должен окулист написать. Там на весь сентябрь расписано, центр Зору там тоже, короче, только после 10-го числа. И дозвонилась оптика один, по-моему. Ну, не помню, но, в общем-то, не важно. И мне говорят, тоже сначала сказали, ой, вы знаете, в нашем филиале нет, там, позвоните туда, 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 потом говорят, подождите. Если вам так надо срочно есть место на 10 утра в воскресенье, вы сможете прийти? Я говорю, конечно, сможем. Так что мы сейчас бегом-бегом-бегом едем к доктору. Ой, ну, видите как, тоже можно решать, если подойти ко всему правильно и без суматухи. Я сначала как-то так, ну, не то, что психанула, думаю, ну, как так? Как бы если, и тем более же мы были во Франции, когда у меня есть электронная. Французы, они выдают такие электронные, ну, как карточка, знаете, как, ну, как кредитка, как вот это карточки на авиакомпанию. И там записывается твоя проблема со зрением, твоя, значит, ну, вот это и у кого миопия, там дальнознаркость, близорукость и стекла, которые стоят у тебя в очках. Как бы если ты в любой стране, ты это показываешь, окулист, любой окулист понимает, ну, понимает, в чем проблема. Но сказали нет, нужно, чтобы написал украинский врач. Ладно, девчонки, всем желаю хорошего дня, поехали мы к доктору и встретимся немножечко попозже. Были только что окулиста, нужна была запись для вот этой формы 0,86, и Мелешка попросила, ну, она вообще мне обожает водичку, фонтанчики, попросила, он стоит. И сейчас мокрая будет посмотреть фонтаны. Ну, конечно, этот фонтан лучше выглядит вечером, когда подсветка, и побежала. Ох и чудо. Так, это для девочек сумчанок специально. Ну, и не только. Меня девчонки всегда просят, когда я в центре, чтобы показывала. К сожалению, сейчас пока не получается часто гулять, но если есть возможность, девочки, всем привет из Сум. И вот такой вот у нас красивый, ухоженный город. По дороге заехали в супермаркет, купила бородинский хлеб. Не знаю, сегодня или дыруны приготовлю, потому что у меня муж их очень любит, Миленка их не любит. И думаю, если не будет есть, то сделаю ей пюрешки, или просто поджарю вместе, когда дыруны буду жарить. И красную рыбку. Купила сметанку, желе у меня, Милеша, вот такое полюбила, с клубникой. Мне вообще не нравится, там ягоды такие, как проваренные. Сырок на бутеры, это как фармаш фре, с зеленью, здесь тоже такой продается. Перепелиные яйца, это тоже детенку. И дыньку купила девочке, как она пахнет, я вам передать не могу. У нас еще поларбуза, правда, есть, поэтому дыньку взяли небольшую. Она около 3 килограмм, но ароматная вообще. Так, ну что, буду я убирать в холодильник. Мои медикаменты на вечер еще остались. Так удобно, вот если так есть возможность, ну для тех особенно, кто забывает, как я, то вот такой вот контейнер, ты уже знаешь, утром, в обед, вечером, там ночные какие-то препараты. Вот у меня на вечер еще мои лекарства. Диманш, это в воскресенье. Так, ладно, девчонки, буду я все это паковать в холодильник. Девчонки, у меня к вам будет просьба. Возможно, конечно, я сильно паникую и зря, но хочу записаться с понедельника к дерматологу, потому что не пойму, мне кажется, опять же повторюсь, возможно, я это уже надумала, но очень долго, как я уже говорила, у меня не проходят вот эти вот прыщи на носу, на переносице, вот здесь вот на щеках, на подбородке. Я все время как бы связывала это с ношением маски. Но почитала, посмотрела, и возможно, это вот этот клещ, демодикоз, по-моему, называется. Если у кого-то было, напишите, пожалуйста, какие симптомы, потому что, ну как бы я-то уже далеко не подросток, и хожу, ну, прыщавая, как девчонка 13 лет, он, видите, как, я не знаю, в общем, это, это или не это, не знаю, но буду всем благодарна, если, к сожалению, у вас тоже была такая проблема, как его лечат, ну, естественно, к врачу дайте, он, смотрите, здесь вот все, вот здесь вот, ну, в общем, хорошего мало. У нас сегодня семейный подряд. И он режет лучок на драники, уже он натер сырок, яйца, это будем делать салат мимоза, морковку, картофель, а я еще делаю драники. У меня здесь картошка, которую также почистила и натерну, правда, на комбайне муж, и сейчас добавила туда я два яйца, здесь, в общем, три картофеля, три штучки, потом два яйца я добавляю, немножко соли, и добавлю, наверное, немного муки. Иногда добавляю, иногда нет, ну, лучок. Да, девочки, кстати, многие спрашивали по поводу фильтров очистки, вот где у меня маленький краник там стоит, что у нас стоят там за фильтром. Как раз вот с отпуска приехали, и как-то все так навалилось, и то, и другое, в общем, нужно менять, начал один фильтр протекать, вернее, как, ну, прокладку надо там заменить, он подкапывает, но это, в принципе, как бы особо не важно. Купили мы, поменяем полностью во всех трех, и замена фильтров будет. В общем, первый, это вот такой вот обычный, я думаю, многие из вас покупают, у многих стоят обычные фильтры на водичку, в ванной, в туалете, на кухне. Потом второй идет, вот это вот угольная очистка, видите, и третий, вот такой вот, это, ну, как бы, убирает, как нам сказали, с ионообменной смолой, он убирает все, там, соли, жесткая, потом ржавчину, там, еще что-то, ну, в общем, водичка после вот такой вот очистки, тройной, становится из крана питьевая, так что, вот, видите, совсем не планировала, и получилось вам показать, что очень много уже спрашивали, и я все как-то думаю, когда купим фильтры, когда будем менять, тогда и покажу, и вот, и купили тоже вот вторую очи, у меня один был, ну, мало ли, может поломается, в общем, купили еще один, чтобы был, так, все, девочки, буду я готовить дранички, все нам тоже помогает, вот так вот, лежа на спинке, обои дерем, мы скажем, да, несмотря на то, что у нас когтеточки есть, но мы такие милые, что нас никто никогда не наказывает, а вот надо вы, ну, ладно, лежи, значит, под конец месяца, жара такая, сегодня, когда возле фонтанчиков сидели, не двигается, возле фонтанчиков сидели, так вы знаете, если бы не в теньке, это такое ощущение, что середина июля жарко, вот и Аське нашей жарко, да, солнышко, и вуаля, наконец-то мы нашли то, что искали, экраны установлены, был еще год назад, а полка для проектора нашлась вот только совсем недавно, мы искали, именно, есть вот такие, как бы, ну, крючки, они не очень красивые, которые крепятся на потолок, и на них устанавливается проектор, и нам нужно было, здесь три полочки, но мы установили две, потому что, ну, как бы, не знаю, когда будет этот ремонт, потому что, начнешь ты его, не закончишь, и, возможно, будем убирать, вот здесь вот, три светильника у нас идет, и вот этот, возможно, будем убирать, поставим третью полку, но пока решили этого не делать, чтобы ставить компьютер, потому что много фильмов у нас на компе, вот там вот жесткий диск еще есть, проигрыватель DVD, ну, и сам проектор, ой, у меня тут такой творческий беспорядок, и мои пошли мусор выносить, думаю, покажу, теперь Мелешка смотрит мультики на большом экране, вот сейчас, конечно, приходится закрывать, но я полностью не закрываю, потому что окна открыты, чтобы свежий воздух проходил, и днем приходится закрывать, потому что слишком светло, и видите, видимость как бы не очень хорошая, но вечером вообще обалденно просто, так что еще одно дело сделано, так, девчата, вот как справился мой французский муж с приготовлением салата мимоза, честно говоря, девочки, не знаю даже сколько здесь килокалорий, наверное, миллиард, потому что французы есть французы, естественно, майонез он приготовил сам, все как положено, по своему французскому рецепту, который, ну не по-своему, это еще его бабушка готовила, потом мама готовила, но не французы, мужчины, женщины, они майонез умеют готовить, и получается очень вкусно, но это безумно калорийно, к тому же я уже привыкла, знаете, уже много лет, делаю, типа, ну как, это не майонез, заправка на основе соевого йогурта, или любого растительного йогурта, в общем, добавляю туда немного горчицы, лимонный сок, иногда соевый соус, и немножко соли, и получается очень вкусно, желточек тоже могу добавить, ну в общем, по-разному, иногда даже зелень добавляю, и, ну, в этот раз он говорит, я готовлю, или кто, так что, вот такой вот салатик, я еще немножко так его поругала, потому что он перепутал слои, видите, сверху сыр, сыр должен быть внутри, а сверху же белок и желток, ну, по крайней мере, я так делаю, ну, пьер решил, что сыр нужно сверху, опять, наверное, из-за того, что француз, они же сыр, красное вино, для них это очень-очень-очень важно, так, ну ладно, буду я жарить драники, потому что, то, то делала, то другое, и драники у меня так стоят, а салат уже готов, да будем ужинать, я хочу показать вам соус, который я последнее время готовлю к драникам, в общем, так мы попробовали драники, вот с таким соусом в ресторане, когда нам подавали, обычно же как, дыруны, сметанка, и тут была совсем вот такая интересная подача, в общем, нужно много сметаны, у меня здесь сколько, пол-литровая, наверное, баночка, ну, сейчас я гляну, может, чуть меньше, ой, не вижу, 300 грамм, в общем, у меня уйдет грамм 200 сметаны, здесь у меня, 4 корнишончика, вот такие вот маленькие нежные огурчики, очень много укропа, если есть зеленый, такой тоненький лучок, но я, к сожалению, не нашла, была петрушка, был укроп, не было, ну, в общем, тоненького, цибульки не было, и тоже неплохо, но без петрушки, сразу говорю, укроп, зеленушечка, вот этот лучок, молоденький огурчик, если не молоденький, то кожицу снять, много сметаны, и немножко лимонного сока, также по вкусу добавляете соль, все вот это перемешиваете, и потом к дырунам, такая прекрасная заправка, просто не передать, лимонный сок придает, такую приятную свежесть, вот оно как с окрошечкой, в общем, с дырунами, то, что надо, и вуаля, драники готовы, у меня получилось, вот здесь вот, два этажа, я всегда выкладываю их, на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир, хотя стараюсь жарить, вот видите, у меня масла, совсем немного, но за что я не люблю, и кстати, миленки не пюре, сварила макароны, говорит, нет, хочу макароны, и за что я не люблю, но вообще, когда ты жаришь, теперь нужно мыть плиту, так что, девчонки, всем желаю, классного вечера, превосходного настроения, сейчас я быстренько, все это протру, кстати, плита, вот это вот, из нержавейки, моется, очень легко, это ее плюс, немножко подожду, чтобы остыла конфорка, как раз накрою стол, поубираю вот эти бумажные полотенца, и все успею, вот такая вот я сегодня хозяйка, как видите, и там делаю, и там делаю, но, конечно, спасибо мужу, потому что он мне помогал, все, девочки, целую, обнимаю, и до встречи,